Я рад приветствовать всех в The Brush 2019 и по просьбе сделать налу вот такая вот львица из Король Лев. Вот выполняю обещание, нала готова. Как её сделать, сейчас буду потихоньку объяснять без проработок и ссылки на прошлые ролики, где всё это уже разбиралось, я кину под этим роликом. Погнали. Вот такая нала исходник, которую попросили сделать. Именно подписчик попросил, чтобы вот разобрать, как это дело всё делается. Хотел я сначала сделать в блендер, но в блендере там очень много заморочек, трудновато всё равно там работать, нежели в The Brush, в Sculptris, да и привык, наверное. Ну, в следующий раз рассмотрим и в блендере. Я вот эту вот модель возьму и постараюсь её рассмотреть именно в блендер. Как сделать от начала до конца. Но это на будущее. Было рассмотрено очень много вот видео, скриншоты сделаны, как, чего тут, как всё это дело выглядит, как поза, как глаза. Вот всё это дело скачивалось. Вот такая даже ваза попалась мне. Здесь даже вот такие попались именно картинки король-лев. Это вот когда родился этот львёнок. Вот тоже хочу в следующий раз вот эту вот тоже модель рассмотрим. Как её сделать, обезьяну и вот этого щенка. Так, это вот скала, именно где всё действие происходило. И вот тоже хорошая модель. Маленькая у меня картинка тут такая попалась. Вот не стал я прорабатывать так же уши. Где-то что-то, какие-то детали. Я тоже вот глаза, я тоже не стал так делать в пустоту. Ну, вот лев даже есть. Вот взял за основу вот такую позу статичную. Симметрично-статичная поза. И вот давайте разбираться, как это всё делается, да. Так, повторяю, ZBrush 2019. У кого 18-й восьмёрка в семёрке, вообще будет классно её делать. Мягенькая, комп не виснет. Так что выбирайте ZBrush для себя сами. Так, погнали. Всё это дело я сейчас уберу. И давайте откроем ликбокс и найдём вот эту собаку. Открываем собаку. И что она нам может дать в плане именно изготовления налы, да. Давайте бошку ей уберём. Всё это дело вот так вот замаскируем. Прибавим Graph Size и Ctrl зажатый. И вот так всё это дело здесь отчертим. Назначаем полигруппу Ctrl W. Нажимаем Ctrl Shift, левая кнопка мыши. Ещё раз нажимаем. И теперь заходим по прошлым роликам, опять же в Geometry. И находим Modify Topology и Dell Hidden. Удаляем, жмём Close House. Вот вы видите, что всё закрылось. Всё классно. Здесь можно Shift зажать и немножко выгладить. Нам эта часть не пригодится. Так, ну и можно хвост убрать, чтобы... Ну и это причиндалы тоже, конечно, они нам для налы не понадобятся. Опять же берём, включаем X-симметрию. Жмём Ctrl. И вот так всё это дело можно замаскировать. Где-то, если что-то зацепили. Ctrl Alt немножко. Ctrl W. Нажимаем на тело. Вот не бойтесь, что здесь осталась пустота. Всё это мелочи. Dell Hidden. В процессе работы всё это дело уберётся. Главное вот убрать эти все причиндалы. Ctrl W. Dell Hidden. Так. Dell Hidden. Ну и вот этого гаврика тоже уберём. Ctrl W. Dell Hidden. Следом жмём Close Holds. Заполняем пустоту. И пока вот, в принципе, можно чуть выгладить. Выглаживаем вот так вот. Ну и попробуем теперь всё это дело преобразить именно в тело налы, да? Заходим теперь в деформацию. И можно применить, давайте, Inflat. Мы её немножко надуем. Вот так. Сильно пока не надо. Это можно повторить. Ну и в принципе, вот у нас уже тело налы. Но это более такое проработанное. Нам такое не нужно. Нам нужно более мультяшное. Здесь можно уже теперь включить поле F. Сетка нормальная тут с собакой. И теперь жмём Geometry. И давайте сделаем Dynamesh. Делаем чуть-чуть резолюцию побольше. И делаем Dynamesh. Так, всё вот это есть. Теперь Ctrl-W делаем одну полигруппу. И теперь резолюцию чуть-чуть поменьше. И теперь Ctrl-Снимаем маску. Всё, сетка готова. Можно теперь всё это дело работать. Включаем Moff Topology. Кому-то Moff Elastic может нравиться. Это дело чуть... Смотрим, чтобы симметрия была. X будем делать полностью симметричную. Так, это где-то убираем. Здесь где-то подтягиваем. Где-то приподнимаем. Где-то задницу чуть-чуть поменьше. Где-то горд приподнять. Ну, словом, смотрим на картинку. И делаем более-менее мультяшно. Вот так, чтобы минимум проработки анатомии было. Ну, общий вид, чтобы создавался. Так, можно приподнять задние лапы. Они что-то ниже стали. Также их можно немножко... Ctrl-Shift. Заходим в кисти. Щелчок левой кнопкой мыши. Выбираем Cream Rack. И вот так вот можно немножко это всё дело обрезать. Вы видите, что это теперь нога чуть-чуть ниже. Shift. Левая кнопка мыши выравнивает модель. Ну, и опять немножко вот так. Можно это всё дело прибрать. Так, здесь можно чуть расширить грудь, чуть припустить. Ну, вот тело, налы, в принципе, готово. Тут уже надо смотреть на картинку. Больше где-то вот тут подтянуть. Где-то больше вот тут вытянуть. Так, пардон, зацепил. Немножко задницу можно даже побольше, как на картинке. И здесь чуть бока прибавить. Так, ну вот тело, налы, в принципе, готово. Тут уже лапы можно покороче сделать. Как-то уже подогнать это дело. Ну, в принципе, ну всё. С этим где-то долепить, где-то подтянуть. Где-то изменить позу. Ну, в принципе, уже готово. Так. С хвостом проблем вообще не будет, надеюсь, у вас. Так, заходим в Append. Находим цилиндр. Переключаемся на цилиндр. И теперь... Так, глину поставлю. Не могу я с этим материалом работать. Привык уже с глиной. О, вот теперь видно. Геометрия, сайз. Это дело всё уменьшаем. Уменьшаем. Теперь смотрим, по какой оси это всё дело вытягивается. По Y, наверное, да. И ещё уменьшаем. И ещё по Y. Прибавляем. Так. Хорошая получилась хвоста. Следом делаем с хвосту Dynamesh. Делаем Shift D. Чуть-чуть дивайдов прибавляем. И здесь уже можно его покрутить, повертеть, приставить. Вот так. Подогнать, воткнуть. В принципе, хвост всё, как на картинке есть. Чуть-чуть можно его выгладить, сделать потоньше вот этот край. Всё, это есть. Уже длину сами смотрите, какая нужна длина. Ну, а голову я уже показывал, как делать. Это нам понадобится скульптис. Там мне удобней. А здесь уже доработка каких-то деталей, используя кисть. Так, клейбердоп. Я в основном ей работаю. На интенсивности двоечку всегда ставлю. Редко, когда тройку. Ну, бывает нужно... Так, дровсайз уже регулировать будете сами. Вот это дровсайз, это вот эта вот кисточка. Больше-меньше. Ну, в принципе, всё. Зайдём теперь в скульптис и посмотрим приблизительно. Я не буду делать полностью голову. Кину, опять же, повторяюсь, ссылки на ролики, которые уже головы делались, как там всё работать. А там уже референция, картинка. И смотрите, и делайте. И вот программка скульпты с альфа-шестая. Я о ней уже много говорил. Многим она понравилась. Я очень рад. Раньше на неё как-то смотрели с недоверием, как игрушки. Ну, для детей что ли. Нет хорошей можно делать болванки, заготовки, доработки. Всё тут мягенько выглядит. Всё выглаживается хорошо. Работает, словом, мягко. Ну, вот нам понадобится вот эта сфера. И жмём ОК. Ставим кисточку ГРАП. Вот здесь вот вы делаете кисточку больше-меньше. И здесь делать интенсивность больше-меньше. Так. Ну, вот где-то крутите-вертите. Чуть-чуть всё это дело нарабатываете. Вытягиваете. Уши можно уже в зебраж ставить. Или здесь так же выравнивается shift. Правая кнопка мыши. Здесь чуть-чуть наоборот. Маска идёт опять же control. Маскируете. Ну, всё как в зебраж. Вот таким вот образом всё это дело маскируется. Жмёте control. И вот можете уши с помощью ГРАП вытягивать. ГРАП сайз побольше. Предварительно всем советую, когда вы что-то делаете со сферой, набрасываете маски немножко, потому что, чтобы не было ломки. Вот так уже уши есть. И теперь ГРАП вот так всё это дело можно повытягивать. Пока намечаем, делаем грубовато болванку. Control, левая кнопка мыши проводите по экрану, снимается маска. Так вот, заготовка есть. Её можно немножко покрутить чуть-чуть уши, удалить вдаль. Опять же, делаю быстро. Ну и теперь резко. Вот что мне здесь нравится в этой скупсисе. Сначала можно всё вот так вот нарезать, делать интенсивность побольше, кисточку, допустим, побольше. И вот вы сначала режете. Вот здесь вы намечаете, допустим, рот. Вот здесь у вас будет нос, здесь у вас будут глаза. Вот такая обезьянка получилась для начала. А потом, уже используя ГРАП, где-то что-то вы уплотняете. Вот так вот. Где-то что-то здесь подтягиваете. Где-то вытягиваете шею. Шея очень пригодится. Вы её сразу делаете. И чтобы опять же ломки здесь не шло, чуть выглаживать. И для начала вот так вот поднакидайте. Вот так. Вот теперь можно смело тянуть. У вас не будет ни заломов, ничего. Ну, пока грубовато всё вот так вот делаете. Вот таким образом. Намечаете чуть-чуть кисточку побольше вот эту часть. Вот так. И потом уже смотрите тут шею. Чуть-чуть её можно вот так пошире. Здесь лучше чуть-чуть вдаль убрать. Вот таким вот образом. Переключаетесь на клей. И можно здесь вот так вот массу добавлять. Где-то что-то прорисовывать. Если вам нужно глаза наметить, то это вот ставите инверт или альт. Задерживаете. Вот таким вот образом. Уши тоже немножко можно вдавить. Где-то что-то ненужное повдавливать. Вот таким способом. Так. Вот эту часть тоже немножко утягиваем. Морду чуть-чуть тоже делаем. Вот таким способом. Регулируем нос. Высоту носа. Высоту лба. Вот здесь тоже. И можно уже здесь вот дальше продолжать. Делаем резку. Не забывайте инверсию выключать. Вот так вот делайте резку. Здесь можно флаты нам немножко наметить вот так вот. Челюсть. Здесь где-то вдавить череп вот так вот. Здесь где-то нос ровно провести. Ну, в принципе, вот уже болван каналы есть. Остается теперь доработать уши. Доработать детали. И вот здесь вот все это дело оформить, как она есть. Вот так. Нижнюю челюсть немножко можно вниз опустить. Вот так вот. Ну, как у львов. Где-то выгладить. Вот таким вот образом. Здесь тоже пройтись вот так вот. Зебраж остается вставить сюда глаза. Доработать. Где-то подправить. Где-то пройти кисточкой плейбилдов. И вот эту часть можно вот так вот превратить в шею. Потом она будет очень нужна. Шея, кстати. Вот такая уже заготовка налы. Все, дальше не буду углубляться. Смотрите ролики под этим роликом. И сейчас кому... У кого есть время посмотреть, покрутится модель и процесс уже постановки в позу налы. Так что смотрите. Все. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»